Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». Как всегда, с вами Мария Шматкова. Сегодня говорим только о здоровье, ни о чем больше. А точнее о том, как не навредить себе в погоне за заветными кубиками пресса и уменьшением талии. Здравствуй, Паш! Здравствуйте! Сегодня будешь ты проводником нашего «Мир здоровья» фитнес-эксперт Павел Карпачев. Вот действительно, весна стартовала, это значит, что количество людей, которые приходят в тренажерный сал, резко увеличилось. А все почему? Потому что все хотят подготовить свое тело к началу летнего сезона. Все же уже наверняка покупают путевки на море и хотят выглядеть на все 100%. Но так ли это полезно для нашего организма? Вы правы, это сейчас считается самым сезоном. Срочно нужно сбросить вес для того, чтобы влезть в любимое платье, для того, чтобы надеть любимый купальник. И вот такие экстремальные нагрузки на организм, резкий сброс веса, он вредит нашему здоровью. Потому что занятия в тренажерном зале, занятия вообще в целом оздоровительной физической культуры, они должны быть системными, регулярными в течение всего года, а не по настроению перед летом. Но если мы говорим о системе, то как много нужно уделять этому времени? Должно ли быть это ежедневная практика? Или можно два раза в неделю? Или, например, четыре раза в месяц? Или раз в полгода? Вот как? Как найти ту самую систему? Как ее выстроить? Как не навредить своему здоровью? Все на самом деле зависит от человека, от его уровня, от его возраста, от его пола, от уровня его подготовленности. Желательно заниматься минимум два-три раза в неделю для того, чтобы поддерживать себя в оптимальной форме. Люди, которые хотят добиться каких-то больших результатов в фигуре, либо в каком-то профессиональном спорте, они занимаются до пяти-шести раз в неделю. Профессиональные спортсмены занимаются по два раза в день каждый день. Все зависит от наших целей. Я сейчас коснулся темы профессионального спорта, ведь профессиональный спорт ни для кого не секрет, он вреден. Есть такая поговорка, что спорт калечит, физкультура лечит. Нагрузка, она должна быть дозированной, она должна быть правильно направлена в правильное русло. Мы должны получать для своего организма необходимую нагрузку, которая не превышает его физических возможностей. Иначе это ведет уже работа на износ. Профессиональные спортсмены работают на износ. Не нужно мчаться в зал, не нужно сразу тягать огромные веса, брать такие нагрузки, бегать в марафоны на дорожке. Просто изнурять себя и ждать, когда же появятся кубики. Абсолютно точно. Если нет никакого представления о том, как правильно выстроить систему тренировок, лучше обратиться к специалисту, грамотному специалисту, дипломированному, который определит уровень здоровья, определит уровень подготовленности, определит травмы и противопоказания человека. Ведь все мы индивидуальны и все мы разные. То есть, в принципе, можно обратиться за помощью к спортивному врачу. И, наверное, перед тем, как вы решили подготовить себя к лету, таким образом, если до этого момента вы не занимались, то, наверное, следует в том числе и сдать определенные анализы. Абсолютно точно. Если мы говорим о самом правильном подходе, то это, безусловно, сначала нужно пройти фитнес-тестирование у врача, который выявит уровень нагрузок, который возможен, который позволен для конкретного человека, ведь все мы индивидуальны, и определит его уровень здоровья. И с этими знаниями уже можно обратиться к специалисту, который на основе анализа организма может правильно выстроить тренировочную методику. Ну, мы еще раз подчеркиваем то, что все-таки эта работа должна быть постоянной. Нельзя проснуться весной после зимней спячки, после всех новогодних праздников, после вкусных столов, да, и думать о том, что через пару недель, а, возможно, там, ну, максимум месяц, ты прям придешь в идеальную спортивную форму. Ну, это честно, ну, нереально это. Это абсолютно точно. Вы говорите, в первую очередь, скорее всего, самое легкое, что может произойти, вы просто не получите нужный результат. Самое страшное, что может произойти, это можно получить травму и навредить своему здоровью, потому что ко всему нужен постепенный подход. Для начала нужно просто привести свой организм в тонус, объяснить ему, что сейчас мы начинаем тренироваться, сейчас мы начинаем тебя укреплять. Что-то произойдет сейчас, да, с тобой. Будут какие-то изменения, он должен адаптироваться к нагрузке предлагаемой, да, то есть мы должны не ставить перед собой мгновенно цель пробежать 42 километра марафон. Для начала человек должен какие-то минимальные нагрузки выполнить и посмотреть, как его организм реагирует на них. Если положительно, то постепенно можно эти нагрузки увеличивать, опять же, дозированно и грамотно. Но ни в коем случае не стоит бросаться, там, очертя шашкой над головой и надеяться на то, что получишь положительный результат. Скорее всего, если человек неграмотно подошел к нагрузкам тренировочным, он или не добьется результата, получит перетренированность или травму. Паш, питание, какую роль во всем этом играет? Питание играет самую важную роль. Если мы говорим вообще о системе, необходимой для того, чтобы привести себя в хорошую форму и в хорошей форме себя поддерживать, то питание – это 80% успеха. Без питания любые физические нагрузки должного результата не дадут. Потому что физическая нагрузка – это, так сказать, подготовка своего организма к адаптации к чему-то тяжелому. Но вот мы набираем когда вес? Когда мы кушаем неправильно, несбалансированное питание. И сбрасываем мы вес когда? Когда мы создаем дефицит калорий и начинаем… То есть никогда мы все исключаем просто из рациона и просто перестаем есть. Переходим на воду, потому что есть ведь и такие экстремальные случаи, когда люди просто начинают голодать. Да, они на время добиваются какого-то псевдоэффекта, скажем так, возможно, весы показывают в минус, уходят. Но насколько это вредит своему здоровью, наверное, никто из них до конца не осознает и не задумывается. К сожалению, да. Если мы посмотрим на опыт большинства, то можно сделать один единственный вывод. Диеты не работают. Работает только привитие себе правильных привычек питания. Когда человек начинает регулярно в свой рацион включать правильные привычки питания… Что должно быть в рационе? Вот в правильном рационе что должно быть обязательно? На столе того человека, который проснулся и решил, все, вот с сегодняшнего дня начинаю вести здоровый образ жизни, активный, подвижный образ жизни, слежу за своим питанием, за нагрузками, все дело дозировано, правильно? Вот чем должна быть обогащена еда в первую очередь? Я бы поставил вопрос по-другому. В первую очередь, чего не должно быть на столе? Давайте отметаем, что отметаем сразу. Что отметаем сразу? Это мучное, то есть это продукты с высоким гликемическим индексом, это сладости различные, это наши булки, это наши любимые… А как же быть сладкоежком, Паша? Как же быть сладкоежком? Есть какие-то послабления или нет, потому что для некоторых, ну, это, в общем-то, на грани жизни и смерти, потому что некоторые люди настолько любят сладости и разные вкусняшки. Так вот мы и стремимся к тому, чтобы не ограничить себя жестко во всем, то есть не стремиться к какой-то определенной диете, где будет только куриная грудка и рис. Мы говорим о том, что нужно постепенно прививать правильные привычки питания и постепенно избавляться от неправильных продуктов. Это говорит о том, что не нужно сразу выбрасывать коробку конфет, которые получили на 8 марта, а это говорит о том, что просто если мы позволяем себе это, то это должно быть… Нет, можно угостить просто друзей и оставить себе одну конфетку. Да, можно угостить из себя, но это должен быть десерт, а не что-то, что мы кушаем просто бездумно, да, когда пришли домой, налили себе кружку чая и вместо того, чтобы правильно пообедать, человек просто с чаем пьет конфетки. Он даже не считает эти калории, он не обращает на это внимания, он не относится к этому как… Но ведь это вредно для желудка, когда мы натощак сразу употребляем такое количество углеводов, причем у самых полезных. Это вредно для желудка и вообще для гормональной системы, это все должно быть сбалансировано. Ведь мы не говорим о том, что что-то нужно запрещать, нужно просто это питание сбалансировать. Десерты, конфеты, это тоже можно оставить в своем рационе, просто они должны быть… Мучное, да? И мучное можно оставить, но только в нужных количествах, потому что организму, по-хорошему говоря, нужно все, но просто это нужно сбалансировать. Нужно понять, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы, какие типы бывают белков, какие типы жиров, какие типы углеводов, И сколько нам нужно для нормального здорового существования белка, жира и углеводов. Вот когда у нас это понимание возникнет, когда мы поймем, из чего состоят продукты тогда, и можно будет выстраивать грамотный рацион. Ну, допустим, самое простое. Человек должен завтракать. Это просто обязательно. Вот это как отчий наш, человек должен правильно позавтракать. И всем нам известно, что один из лучших вариантов завтрака – это какая-то каша, это, допустим, яйца, это, допустим, орехи, мед с чаем, да, к примеру. То есть это полноценный завтрак, полноценный рацион. Но многие знают, что делать. Выпивают чашку кофе, откусывают один кусочек бутерброда и побежали на работу. И у него не будет никакого приема пищи до обеда. И не факт, что они делают это дома, они могут это делать в машине. Они могут делать это где угодно и даже зайти в рестораны быстрого питания. И скушать там не просто попить кофейку с конфеточкой. Здесь уже как раз-таки появляется обратный эффект. То есть мы не на пользу играем, а наоборот вредим себе? Безусловно, такой завтрак, он вреден для организма. Завтрак должен быть полноценным. Это самый, должен быть калорийный прием пищи, который позволит нам наполнить наш организм энергию на текущий день. Вот. И если мы создаем дефицит в завтраке, потом мы объедаемся в обед, потому что мы нормально не позавтракали, потом мы не можем покушать, ждем до ужина, приходим домой, открываем холодильник, а мы целый день ничего не ели. Мы не завтракали, у нас был непонятно какой обед. Мы открываем холодильник, и тут же нужно нажарить себе котлет. Тут сало завалялось, тут вот конфетка на десерт после всего этого изобилия. И мы наедаемся перед сном. А организму вечером, ну, не нужны эти калории. Он должен их тратить на умственную физическую деятельность в течение суток. А вечером, перед сном, они ему просто не нужны. И единственное, что он может с ними сделать, это отложить в запас. А запасов у нас, кроме жиров, не бывает, к сожалению. И у нас начинает расти не там, где нужно, и не там, где хотелось. Вместо того, чтобы быть здоровым, мы набираем избыточный вес. Ну что, после шести не есть? Это не говорит о том, что после шести не есть. После шести нужно есть. Вопрос в том, что после шести часов есть. У нас есть огромное количество прекрасных овощей. Можно делать себе большое количество вкусных, разнообразных салатов. Нам совершенно не повредит вареное, тушеное, пареное мясо. Нам совершенно не повредит вареная, тушеная, пареная рыба. Пожалуйста, это можно кушать. Но если мы пожарим себе свининки перед сном на сковородочке в литре масла, спасибо, организм нам не скажет. Сильно соленое, жареное, мучное. Продукты, содержащие большое количество калорий и продукты, содержащие быстрые углеводы, вечером табу. Овощи, рыба и мясо. Желательно свежая телятина. Курица. Курица, индейка. Индейка, пожалуйста, или рыба. Причем многие боятся красных сортов рыбы, потому что они жирные. На самом деле они содержат омега-3 насыщенные кислоты. Это рыбий жир, который очень полезен. То есть перед сном мы не должны бояться, допустим, той же красной рыбы. Но вопрос в том, как она приготовлена. Если, опять же, мы ее пожарили в куче масла, в целом там сковородки масла, то организм спасибо не скажет. А если она приготовлена на пару и с овощами, то она прекрасно усвоится. Что же делать тем, кто до этого момента, до того, как они посмотрели программу «Формула здоровья» на телеканале ОТВ, они не так сильно заботились о своей подвижности, о спортивном образе жизни, но задумывались и решили заняться своим внешним видом. Как им повороть психологический барьер, который стоит перед многими. Кому-то неудобно пойти, например, в тренажерный зал. Как я буду выглядеть, как на меня будут смотреть. Особенно это касается, безусловно, женской половины человечества, потому что мы слишком придирчивы к своей внешности всегда, да, и постоянно. И нам кажется, что-то с нами не так, где-то вот что-то нужно нам поправить. Как побороть вот этот психологический барьер, все-таки прийти в зал, начать жить по-новому, начать питаться по-новому, начать относиться к своему здоровью по-новому и начать грамотно распределять физические нагрузки? Для этого нужен коуч, наставник. Это может быть тренер, это может быть более опытный друг, подруга, которая уже занимается, имеет представление об этом, имеет хорошую фигуру. Проще всего прийти в мир фитнеса, если кто-то возьмет тебя за руку и проведет, потому что этот человек сможет ответить на твои основные страхи и твои основные мифы, которых ты боишься. У нас постоянно там кому-то, кто-то стесняется просто элементарно что-то спросить и попасть в неловкое положение, но ведь это так? Ну вот для этого и есть профессионалы своего дела. Ко мне приходят люди, и они не стесняются задавать глупые вопросы, потому что они думают, что они глупые, но на самом деле это вопросы по факту. Просто человек не может быть сведущим опытом во всем. Так же, как я, не лечу зубы самостоятельно, я не пытаюсь вырвать себе зуб, если он болит. Я иду к профессионалу и задаю ему вопросы, получаю у него консультацию, и он рекомендует мне правильное лечение. Так же и здесь нужно разбираться в вопросе, ведь наша физическая форма, внешний вид – это один из показателей здоровья. А здоровье, оно очень важно, и к нему нужно относиться, ну, как к чему-то важному, не спустя рукава. И, соответственно, если ты не разбираешься в этом вопросе, то есть доступная литература, но она должна быть научной, а не просто где-то в интернете почитать у непонятного… Ну, не в глянцевом журнале. Да, не в глянцевом журнале точно, и не просто в интернете почитать какого-то блогера, который просто, ну, неизвестно, какой у него уровень образования, он может написать все, что угодно. Неизвестно, какая у него мотивация, понимаете? Почему он говорит это, и, например, пропагандирует или пиарит тот или иной вид? Возможно, он вам что-то продает. Скорее всего, возможно, вам что-то продает. Или каких-то добавок пищевых, которые в огромном количестве сейчас есть на рынке, И, безусловно, по незнанию многие употребляют, а потом опять же сталкиваются с определенными проблемами именно в здоровье. Это все отражается так или иначе на нашем организме. Сейчас это все доступно. Сейчас у нас есть профессиональные, специально направленные заведения. Я сейчас говорю не только о тренажерных залах, о фитнес-центрах. Но если мы возьмем, посмотрим, у нас есть прекрасный парк культуры, спорта и отдыха, Лазутинская трасса. Там есть большое количество занятий, там есть большое количество специалистов, профессионалов в свое дело, к которым можно обратиться, если мы это говорим на тренировках на открытом воздухе. Там, более того, проходят бесплатные мастер-классы, занятия. Кстати, если говорить о динамике спорта для нашего города, то за последние годы количество людей, которые ежедневно выходят на пробежки, оно резко увеличилось. То есть ты, когда я рано утром еду на работу, это вот улица Говорова, безусловно, огромное количество людей, которые зимой, в дождь, в снег, в холод, летом, они бегают, они занимаются. Кто-то тянется на площадках воркаута. То есть вот это количество, вот эта субкультура, она реально растет. Растет, и один из ярких примеров – это наш клуб, клуб DROCR, абсолютно, где мы проводим бесплатные занятия. Мы просто клуб людей по интересам, мы собираемся вместе, у нас есть общий чат, мы собираемся, проводим разминку, делаем пробежку, после чего делаем общую физическую подготовку. Просто тренируемся вместе, хорошо проводим время и вместе выезжаем на какие-то соревнования. У людей там абсолютно разная подготовка, там могут быть люди, такие как я, которые по 10 лет занимаются, и могут быть новички, которые только пришли, они просто проходили мимо, увидели, подошли, задали вопрос, узнали, что это бесплатно и что это доступно, и просто стали заниматься с нами. А кроме нас, пожалуйста, там огромное количество подобных секций, подобных групп, которые просто делятся своим опытом для того, чтобы создать вот такую вот атмосферную тусовку, движение людей, которые хотят внести в свою жизнь здоровый образ. Паша, скажи честно, какое время потребуется для того, чтобы привести себя в форму, чтобы ее не потерять после того, как человек, в общем-то, сделал все, что нужно, добился желаемого результата, и как все это сохранить и не растерять? Это вот вопрос самый популярный у людей, которые приходят ко мне, они задают вопрос, когда. Здесь самый честный ответ будет, не знаю. Почему? Потому что каждый организм индивидуален, у нас есть только средние какие-то значения. Я могу сказать, что при регулярных тренировках первый заметный результат, заметный человеку, наступает через месяц. Но это не обязательно внешний вид, то есть мы можем увидеть его не в зеркале, но мне очень часто говорят, я чувствую, что мне стало легко подниматься по лестнице. То есть я раньше задыхался на втором этаже, а сейчас я спокойно на седьмой поднимаюсь, и у меня даже отдышки нет. Это первое, что чувствует человек, потому что начинает правильно работать сердечно-сосудистая система, увеличивается легочный объем, человек становится более сильным, более здоровым, он лучше восстанавливается, он лучше спит, у него лучше работает гормональная система, он становится более выносливым. И всем нам известно, есть такая организация, Всемирная организация здравоохранения, она говорит о том, что безопасно можно сбрасывать до 5 килограмм в месяц. Соответственно, если мы задаем себе этот вопрос, то, сохранив здоровье при избыточной массе тела, мы смело можем сбрасывать до 5 килограмм в месяц. А там все индивидуально. У меня были случаи, что там это был, дай бог, 1 килограмм, и был случай, что человек сбрасывал 10, я его, грубо говоря, пинками отправлял на анализы, чтобы он проверил свое здоровье, и с ним было все нормально, все индивидуально. И очень зависит от тех кондиций, от той физической формы, в которой он находится. Но самое главное, как сохранить? Сохранить. Сохранить можно только одним способом. Изменив свои привычки. Внести физическую культуру в обязательный рацион своей жизни. Человек должен заниматься физической культурой, чтобы быть здоровым. Если он не занимается, любой результат, который он добился, он не сможет его сохранить. Потому что наш организм, само наше тело, это наш биоробот, который создан для обеспечения серого вещества, которое у нас здесь содержится. Если мы этот биоробот не заставляем двигаться, не заставляем работать, не заставляем выполнять его основное действие, догнать мамонта, забить его и скушать, что нам нужно было миллионы лет назад. Вот если мы не заставляем его двигаться и работать, он просто превращается в то, что мы очень часто видим в ресторанах быстрого питания. Итак, чтобы мы были здоровы, подтянуты и находились в отличной физической форме, мы добавляем в нашу жизнь физкультуру, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и разные активности на любой вкус. На любой абсолютно вкус. Главное быть подвижным и хорошее настроение, не забываем. Паша, я думаю, что нам сегодня удалось с тобой сдвинуть всю эту огромную массу людей, которые до сих пор сидят около экранов телевизора, не хотят шевелиться. Все-таки после нашего сегодняшнего программы они пойдут в тренажерный зал или в парк культуры, спорта и отдыха и займутся, в первую очередь, своим здоровьем и будут вести активный и здоровый образ жизни. Я очень на это надеюсь. Спасибо за интервью. Вы смотрели программу «Формула. Здоровье берегите свое здоровье и здоровье своих близких». До свидания. Продолжение следует...